Строго не по расписанию. Губернатор Нинецкого округа Александр Цибульский выразил недовольство в адрес авиакомпании «Руслайн». Причина – частые переносы и задержки пассажирских рейсов. Какие последуют меры со стороны региональной администрации? Недостоверный отчет в отношении руководства компании «Севержилкомсервис» проведут служебную проверку. Подрядная организация недолжным образом обслуживает автозильник Коткина-Харьяга. По документам временная дорога проходима, по факту нет. Подробный репортаж. Провалился под лед. Неравнодушные на Рейнмарце спасли оленя, которую вяз в болоте. Если бы не помощь людей, дикое животное могло погибнуть. Покажем кадры с места события. Улов не главное, главное – процесс. В Нарейнмаре соберутся любители подлёдной рыбалки. Турнир «Арктик-Ёрш» состоится уже 13 апреля. Кто может стать участником и что для этого нужно сделать? Радость побед и горечь поражений. В Коткино сегодня завершилась 12-я по счёту межмуниципальная спартакиада среди сельских команд. В каких видах спорта выясняли сильнейших на этот раз? Расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги вторника. 2 апреля в студии Олега Танзейский. Мы начинаем. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет высаживать на берег иностранных туристов в ряде портов Арктики и Дальнего Востока для осмотра достопримечательностей. Необходимость высадки пассажиров в некоторых портах обусловлена наличием на их территории привлекательных объектов, исторических мест, представляющих ценное мировое историческое наследие освоения Арктики, природных мест с неповторимой флорой и фауной, указывают авторы законопроекта. Они отмечают, что посещение таких мест до настоящего времени было предусмотрено туристическими круизными маршрутами. Другим темам губернатор Ненинского округа Александр Цибульский поручил руководству Департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта провести переговоры с руководством авиакомпании «Руслайн» на предмет необходимости соблюдения утвержденного графика полетов из Наринмара в другие регионы России. Об этом глава региона заявил в ходе планерки со своими заместителями. Напомню, к перевозкам пассажиров авиакомпания приступила в январе текущего года после того, как по итогам встречи губернатора Ненинского округа с премьер-министром Дмитрием Медведевым шесть авиамаршрутов из Наринмара в Архангельск, Киров, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск-Уфу были включены Росавиации в перечень субсидируемых в 2019 году за счет средств федерального бюджета. Мне очень обидно, потому что правильные и хорошие инициативы заканчиваются тем, что наши жители не получают достаточно качественных условий. Постоянные задержки переноса рейсов приводят к тому, что летят стыковочные билеты, летят стыковочные рейсы и это очень плохо. Просто нам надо связаться с руководством компании и сказать, что они уже начинают нести репутационные, серьезные потери у нас на территории и уже их не воспринимают позитивно. Может быть, это как-то и простимулирует к тому, чтобы они свою сетку более четко выдержали. И по счете претензий. По каждому факту задержки рейса пишите следующее, потому что это должно быть додокументировано. По словам представителей регионального департамента, курирующего в том числе вопросы пассажирских авиаперевозок, в адрес руководства авиакомпании подготовлен и направлен соответствующий запрос. Руководством ведомства готовится аналогичное обращение в Росавиацию, в котором в том числе будет озвучена позиция региональных властей в отношении нарушения графика полетов со стороны перевозчика. В отношении руководства Севержилкомсервиса будет проведена служебная проверка. Такое проведение дал глава региона Александр Цибульский. По итогам поездки на зимний Коткино-Харьяга на строительство и содержание трассы в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с округом, компаниями-недропользователями в ноябре прошлого года было выделено 8,5 миллионов рублей. По данным муниципального предприятия Севержилкомсервис, который значится как исполнитель работ, 15 марта зимняя дорога была обустроена и на сегодняшний день эксплуатируется в штатном режиме с регулярной расчисткой. Ну а как ситуация выглядит на самом деле, расскажет Мария Владимирова. Брать штурмом, откапывать лопатами, вытаскивать при помощи снегоходов. На 10-м километре зимника, село Коткино, поселок Харьяга в республике Коми – непреодолимые снежные заносы. Это в реальности. В отчетах Севержилкомсервиса, который является исполнительным работ по обустройству зимника, информация звучит куда оптимистичнее. 15 марта зимняя дорога была обустроена и на сегодняшний день эксплуатируется в штатном режиме с регулярной расчисткой. Это не зимний. Это просто дорога, во-первых, которая у нас существует, а во-вторых, которая сейчас перед нашим приездом тракторами немножко почистила. Это не зимний. Мы догнали тракторами. Здесь, по сути, там, кроме вешек, больше ничего не начиналось. Ну, не знаю, вешки, напоминать не обходить. Может, рано, что аналогичная дорога в Коми, там, 100 километров, содержится за 4,5 миллиона. Мы за 10 миллионов не можем... Нет, раз. Протяженность трассы – 63 километра. На ее строительство и содержание нефтяниками в рамках соглашения о социально-экономическом развитии с округом было выделено 8,5 миллионов рублей. Власти региона приняли соответствующее решение в прошлом году для доставки в село продуктов и стройматериалов и для того, чтобы у жителей села была возможность иметь постоянный доступ к дорожной сети соседнего региона зимой. Средства на объект были перечислены в Заполярный район в ноябре прошлого года. Исполнителем работ определен Севержилкомсервис, субподрядчиком СПК РК Сула. В этом году первый раз, как говорится, делаем зимний. Ну, сделали практически, сейчас содержим. Ну, видите, погода какая-то, говорится. В субботу-то вообще было, глаз открыть невозможно, поэтому подзамело. Ну, что, сегодня они 9 километров проехали, там, на повороте через речку залепли. Ну, а так, сегодня трактора опять ушли, но завтра снова дальше пойдут. Так что, держим. Для того, чтобы выбраться с зимника и добраться обратно в село, потребовалось более часа. По итогам поездки глава региона провел в администрации муниципального образования совещание. На нем представители профильного окружного ведомства также подтвердили неудовлетворительное состояние дороги и рассказали о технологии устройства зимника. Вот, если мы говорим о постоянной зимней дороге, то помимо того, что должен быть настеленный снежный мастер, он обязательно должен быть пролит. Во-вторых, должны быть обязательно выполнены карманы для разъезда, которые создают посыпаться на зимнике. Это буквально на расстоянии 100 метров должен быть карман, чтобы машина не разъехала. Потому что, если бы нам сегодня на встречу попалась машина, то стали бы намного раньше. В итоге губернатор поручил администрации Заполярного района в течение двух недель провести служебную проверку в отношении руководителя Севержилкомсервиса Сергея Калашникова. Также он предложил подключиться к данной проверке прокуратуру Ненецкого округа в части эффективности расходования средств, предусмотренных на строительство и содержание зимника. Вот мы сейчас с вами либо поймали тот момент, пока не подписаны акты, либо акты уже подписаны, что тогда усугубляет ситуацию. И тогда я вам заявляю откровенно, что в моем понимании, как обывателя произошло, работы не выполнены, деньги освоены. Ну, дальше квалификацию этому уже могут дать профессионалы. Значит, если это подтвердится, то предложение, соответственно, по дисциплинарному или иному наказанию руководителя Севержилкомсервиса и, ну, наверное, в данном случае по Севержилкомсервису. Две недели, наверное. Через две недели я хочу понимать, что у нас здесь произошло. Мария Владимирова, Владислав Носкин, телеканал «Север», село Коткино. Идем далее. В Ненецком округе утвердили схемы территориального планирования региона. Соответствующий проект постановления администрации Ненецкого округа предоставил исполняющий обязанности руководителя окружного профильного департамента Иван Глазунов. Схема территориального планирования – основополагающий документ городостроительной деятельности. Он первоначально был принят в 2009 году и сейчас приводится в соответствии с требованием федерального законодательства. У нас очень много вступило в действие с 2009 года федеральных законов, в которых просто поменялись формулировки. Например, в разрезе ТКО, обращения с отходами, у нас появились формулировки, которые носят более общий характер. Не просто площадка накопления, как звучало раньше, а сейчас у нас площадка размещения, которая подразумевает в себе некий набор действий, которые мы можем предпринять с отходами. Ну, это как частный пример. Кроме того, у нас, допустим, у департамента здравоохранения появилась государственная программа в рамках насыщения наших поселений ФАПами. Это фельдшерский акушерский пункт. Она обязана была появиться в нашей схеме терпланирования. То есть мы подразумеваем, что участок под размещение ФАПов, он в этом населенном пункте запланирован. То есть это такой комплексный рамочный документ для дальнейшего действия. Как отметил Иван Глазунов, схема территориального планирования должна постоянно актуализироваться. Она должна, во-первых, соответствовать постоянно изменяющимся требованиям федерального законодательства. А во-вторых, мы в рамках развития территории округа должны понимать, какое сельское поселение мы должны снабдить какими объектами инфраструктуры. Социальной, инженерной, это не важно. Важно, что это наше решение и наше движение по размещению этих объектов на территории округа. Вот, наверное, основные позиции. Как не пройти мимо чужой беды и что делать, если беда приключилась с диким животным? Ответ на этот вопрос знают жители региона, которые стали непосредственными участниками операции по спасению оленя, увязшего в болоте. Уникальными кадрами с нами поделился житель окружной столицы Иван Зуев. Подробности прямо сейчас. Едем. Провалился олень. Юра, осторожно, сам еще рухнешь туда. 30 марта с моим братом и с другом мы ехали. Катались по необъятным просторам нашего прекрасного округа. Вот, и увидели оленя. Разгуливающего по тундре. Подъехали ближе. Увидели рядышком. Из снега торчит голова второго оленя. Зная, что там есть гнилое болотце такое, незамерзающее блюдечко. Мне доводилось туда попадать с негоходом это блюдечко. Мы сразу поняли, в чем дело, что парню плохо, нужно спасать. Олень увяз в болоте по самую шею. Самостоятельно выбраться из этого плена животное физически не могло. Не сговариваясь, мужчины незамедлительно приступили к операции по спасению. Сначала лопатой убрали лишний снег вокруг головы и шеи животного. Затем аккуратно вдоль тела. Обессилевший олень покорно доверился людям, пришедшим ему на помощь. Считанные секунды – и вот она, свобода. Он же копытами не шевелит. Ну, немножко шевелит. Давай, родной, давай, давай, давай. Ай, молодец. Давай, уходи в сторону, уходи. Ну что? Поздравляю вас, во-первых, ребята. Игорь Николаевич, молодец, спаситель. По словам Игоря Зуева, вся спасательная операция заняла порядка 10 минут. 10 минут стали решающими в судьбе дикого животного, которое получило вторую жизнь благодаря неравнодушию людей. Ну, а его спасители – ничем не сравнимые эмоции. Очень приятные ощущения. Спасли парня, дали ему шанс на жизнь. Если вы стали свидетелем необычной истории и успели сделать видеосъемку, присылайте свое видео на почту мобилсобака.трксевер.ру. Самые интересные сюжеты мы покажем на телеканале «Север» в рубрике «Мобильный репортер». Ирина Никешина, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Наринмаре пройдет конкурс по подленной рыбалке «Арктик Ёрш». Его организатором выступает Центр арктического туризма. Для участия в состязании до 7 апреля необходимо пройти обязательную регистрацию. «Арктик Ёрш» станет продолжением таких мероприятий, как «Битва мангалов», «Арктик Док» и других. Программа фестиваля предусматривает не только любительский лов рыбы, но и массу развлечений как для взрослых, так и для детей. «Участвуют у нас команды. Участие одиночек участников у нас не предусмотрено. На сегодняшний день уже зарегистрировано 7 команд, а лимит у нас в этом году обозначен в количестве 10 команд. То есть 3 свободных места, дорогие друзья, еще осталось. До 7 апреля успевайте подать свои заявки в группе ВКонтакте Центра арктического туризма. Будет очень весело». Участникам нужно придумать название своей команды, подготовить снасти для рыбной ловли, наживку, бур, принадлежности для приготовления улова, мангал, шампура, котел, уголь и дрова. «Будет несколько этапов. Первый из этапов – это будет под названием «Бурение света, а не бурение тьма». Это участники будут должны на скорость пробурить лунку. Второй этап у нас будет, называется «Первобытный человек». Это нужно будет удивить судей, орудием лова, то есть каким-то интересным. Может, это будет веревка и гвоздь, и также наживка. Дальше у нас непосредственно идут три номинации. Это трофей, то есть самая большая рыба, антитрофей, самая маленькая рыба и самый богатый улов». Ну а последним этапом станет приготовление блюда из пойманного улова, оценивать которое будет компетентное жюри. Все команды-участницы получат памятные подарки и дипломы, ну а победители – главный приз конкурса. Напомню, фестиваль «Арктик и Ёрш» пройдет на лесозаводской курьер 13 апреля, начало в 12 часов. В Коткино сегодня завершилась традиционная межмуниципальная спартакиада. В этом году настала уже 12-й по счету. Участниками соревнований стали 10 команд из разных поселений Ниньского круга. Чтобы завоевать главный приз, переходящий кубок, спортсменам необходимо было показать хорошие результаты сразу в 8 дисциплинах. В их числе волейбол, баскетбол, настольный теннис и даже палеотлон. Подробности материали Натальи Кисляковой. Свисток подачи игра началась. 12-ю межмуниципальную спартакиаду открыли соревнования по волейболу. Участники команд из сельских населенных пунктов Ниньицкого округа борются за победу. Команда из Нельминого носа задолго до спартакиада начала подготовку. Ребята настроены серьезно. Мы всегда надеемся на лучший результат, не только на победу, за которую приехали сюда. Кроме волейбола, спортсмены соревнуются в лыжных гонках. Одна из участниц – Ангелина Хозяйнова. Девушка впервые вышла на соревнования и заметно переживает. Я очень волнуюсь, потому что первый раз участвую в спартакиаде, но я верю, что все будет хорошо. Потому что мы все очень тщательно готовились к этому. По традиции спартакиада проходит на базе филиала спортивной школы труд в Коткино. Участники также соревнуются в армспорте, баскетболе, настольном теннисе, палеотлоне, пулевой стрельбе с жимой лежа. В Коткино стало хорошим партнером. Это будет приятнее. Я думаю, что концерт будет. Надо будет в дарить зал, чтобы попробовать. Новые партнеры еще раз. Я думаю, что в Коткиночке не устало поздравиться и отмечать. Но я от меня лично стал победителем. Будут считать тоже маленькие сюрпризы, призы. Поэтому желаю, чтобы победили сильнейшие. И чтобы действительно соревнования красивые. И чтобы вы здесь не только посоревновались, но и иллюмируют друзей, добрость на фунте, новое общение и атмосфера, которая в Коткиночке продолжалась. Спасибо и удачи всем участникам. Некоторые участники, это 12 спортикатр. Некоторые участники, например, из таких поселков, как Нель-Монос, приезжают сюда уже 12 раз. Хотелось бы, чтобы эта традиция сохранялась в будущем с поколением. Чтобы Коткиночане так же всегда, как и в этом году, встречали гостей со всего округа. Ну и, конечно же, из соседних регионов. Я думаю, на следующий год команда посуды обязательно там приедет. Поздравляю вас с началом этих соревнований. Спасибо. На Спартакиаду приехало более 150 человек из 10 населенных пунктов. Это Коткино, Нижняя Пеша, Несь, Оксина, Каратайка, Индика, Тельвиска, Нельмин, Нос, Красные. Кроме того, впервые в состязаниях приняла участие команда из Усть-Кары. По погодным условиям на Спартакиаду не смогли попасть спортсмены из Усть-Сильмы, а вертолет с ребятами из Неси благополучно приземлился. Отвратно замечательно повышается интерес россиян, особенно наших семьян, спортную здоровую охоту. И вы, участники Спартакиады, Главное данное доказательство. Для данной серьезный путь к месту проведения состязаний, оторвавшихся от работы и домашних забот, ведомой любовью к спорту мы собрались сегодня здесь, чтобы вообще-то раз доказать свою стойкость, ловкость и мастерство. Мы, зрители, конечно же, ждем следующей игры и ярких побед. Традиционная межмуниципальная Спартакиада проводится в Коткино с 2008 года. Ее цель – привлечь сельских жителей к занятию спортом, повышению уровня физической подготовки, пропаганду здорового образа жизни. Село Коткино, жители села Коткино, это очень гостеприимные люди. Мне посчастливилось быть участником в составе команды села Тельмска. Они сегодня, кстати, тоже присутствуют у нас в Спартакиаре. Поаплодируйте, пожалуйста. Я думаю, что не самое главное, когда спортсмены из муниципальных образований приезжают в Коткино, и самое главное, кто побеждает в этой Спартакиаре. Самое главное, что у вас всех есть возможность пообщаться, пообщаться с нами, знакомыми, друзьями, потому что не так часто мы видим. Мне бы лично хотелось бы пожелать участникам соревнований пройти всю дистанцию Спартакиаре успешно, без травматизма. Ну и, наверное, у нас победители в этой Спартакиаре все. Прежде всего, здоровый образ жизни. Общение, получение хороших, добрых эмоций. С праздником вас! Добавлю, в прошлом году чемпионами стали команда хозяев соревнований Коткина. Закрытие 12-й межмуниципальной Спартакиады пройдет сегодня. Победителей узнаем завтра. Наталья Кислякова, Антон Водряков, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok